Симферопольские экстремалы ждали этого события очень долго. Мечта сбылась. Новая скейт-площадка в посёлке Грессовский уже собрана и ждёт своего официального открытия. Можно ли на ней полноценно заниматься? Этим вопросом уже задаются как тренеры, так и начинающие райдеры. При монтаже уже сломалось одно ребро жёсткости. То есть, это пока только монтировали. Это ещё не давали нагрузку. Спортсмены указали на неаккуратные стыки, отсутствующие крепления и зазоры. Некоторые элементы и вовсе не удастся использовать для трюков. Как видите, сейчас уже мы бегать, цепляемся по фанели. То есть, скольжение уже невозможно. Во-вторых, даже если допустим, что это возможно, у нас нет баланса влево и вправо. Если вас наклонять влево, вы спрыгиваете сюда. А если вас наклонять вправо, то здесь даже ногу выстрелить почти не получится. Скорее всего, вы упадёте в эту сторону. На площадке установлены три элемента. По словам спортсменов, они должны дополнять друг друга во время выполнения трюков. Но место для разгона катастрофически не хватает. При правильном планировании таких площадок обычно проблем с созданием комфортной, а главное – безопасной среды для посетителей разных возрастных и профессиональных категорий не возникает. Но эту площадку надёжной назвать нельзя. Вот эта фигура, вот здесь такой острый слез. Фанера должна торцом подходить к трубе. То есть, вот должна быть труба, и вот так должна подходить фанера. Здесь она лежит поверх и очень остро. То есть, вот этот момент, он будет скрашиваться, будет ломаться. Об этом можно будет просто разодрать себе штанишки. Максим Маслов уже год занимается экстремальным велоспортом. Он любит скорость и катание на опасных участках. В посёлке не было специально отведённой площадки для его увлечения. Но и после её появления парень что место для тренировок не совсем подходящее. Неправильно, я считаю, здесь всё. Поскольку для моего велосипеда она в принципе не подходит. Она слишком маленькая для этого. В ней нет достаточного количества фигуры. Она неправильно расставлена, неправильно скомпонована. Она ненадёжная. В основном городские скейт-парки посещают новички и более опытные райдеры, ещё не достигшие высокого профессионального уровня, уверен подрядчик. Здесь базового уровня горки, это не для того, чтобы там только специалисты, профессионалы здесь катались и какие-то навыки приобретали. Но и для обычных детей, которые только начинают вставать на колёса. Всё это как бы учитывалось. Площадка новая и соответствует последним тенденциям. Но назвать безопасной её сложно. Об этом говорят и те, для кого предназначен этот парк. Они попросту боятся вставать на ролики и скейты. Ведь никогда не знаешь, чем может обернуться очередной опасный финт. Анна Беляева, Артур Хороший, Служба новостей и ТВ.